Организация военно-полевой почты в годы Великой Отечественной войны рассматривалась правительством страны как дело государственной важности. Каждое письмо, посылка, вливают силы в бойцов, вдохновляют на новые подвиги. Особо подчеркивалось в передовице газеты «Правда» в августе 1941 года. Фронтовые письма являются частью истории той страшной войны, и несмотря на бои и трудности, они всегда находили своих адресатов. О чем писали на войне, узнали наши корреспонденты. Здравствуй, дорогая мама. Мама, извини меня, что я несколько времени не мог написать тебе письмо. От тебя я письма получаю аккуратно, спасибо тебе большое. Здоровье мое хорошее, правда, в обстановке я сейчас нахожусь неважной. Мы спрашиваем, когда кончится война, я сам столько знаю, сколько и вы там. Да и жизнь здесь наша минутная. Да, кто вернется из этой битвы живой, тот, наверное, счастливый человек. Добрый день, мама. Сообщаю тебе, что я пока жив и здоров. Сегодня я очень рад получил от тебя первое письмо за три месяца. Это письмо ты писала 4 июня и поздравляешь меня с исполнением 18 лет. Но ты, мама, ошиблась. Мне уже перевалилось за 19 и пошел 20-й год. Но это ничего. Главное, что ты жива и здорова. Такие письма приходили с фронта. Пожелтевшие от времени треугольники, открытки со штемпелями полевой почты, в пропахших порохом строках дыхание войны, грубость суровых окопных будней, нежность солдатского сердца, вера в победу. Порой письмо, полученное от родных, давало силы идти дальше, продолжать бороться с противником, вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Алексей Васильевич Борисенко. Писал он в основном домой. Родители его в то время жили в станице Славянской. Письма обязательно просматривались военной цензурой, чтобы не дать возможности врагу по содержанию личной переписки получить сведения о дислокации частей их вооружений. Строчки с важной информацией военными данными помечались черной краской. Ставился штамп, проверено или просмотрено военной цензурой. Мы писали то, что дозволялось описать. Мы не писали, где мы служим, в каком полку, на каком фронте. Это считалось, как военная тайна. Поэтому писали то, что я живой, вот я защищаю Отечество. Ну, и получал тоже ответы такие же, что родители получали все письма. Вот, что там живые, не живые, погибли. На письмах не указывался отправитель, а также отряд, из которого весточка шла домой. Почта – ведомство государственной важности. Поэтому вагоны с корреспонденцией предписывалось цеплять ко всем поездам, даже к военным эшелонам. Шесть миллиардов писем было написано в годы войны. Ежемесячно только в действующую армию доставлялось 70 миллионов писем. Писали солдаты даже в самое трудное время, при разных обстоятельствах. В военное время конвертов не было. А письмо складывалось треугольником и на бумажке, на саму письмо. И на бумажке там адрес. Куда? Вот откуда. Спокойная полевая почта. Вот так, вот сейчас, вот сейчас, вот так, раз, и тут вот так, воно заклеили этим, вот такого порядка. Историко-краевический музей Славянска-на-Кубани обладает значительной коллекцией предметов Великой Отечественной войны. Военные документы, печатные издания, фронтовые фотографии и фотоматериалы военного времени, боевые награды героев, воспоминания, бытовые и военные предметы. Есть в коллекции более 80 писем с фронта бойцов, наших земляков. Они разнообразны по цвету и размеру, выведены почерком небрежным или аккуратным, в зависимости от того, сколько времени было отпущено между боями их автору. Не всем удавалось на фронте иметь авторучки. Имели авторучки в основном офицерский состав, потому что они ее хранили в планшете. А обыкновенный боец, он что? Он писал карандашом. Поэтому вот окопная лампа. Какой-то солдат-умелец сообразил. Отстреленная гильза, отверстие, фитилек. И в ночное время, когда прекращались бои, вот наши бойцы писали домой вот эти вот письма-треугольнички. О них мы рассказываем ребятам со школ. Мы показываем, как делаются эти письма-треугольнички. Даем химический карандаш, чтобы они что-то могли написать. Боец, отправлявший весточку домой, и не помышлял о том, что спустя десятилетия его послания будут читать и изучать посторонние люди. Поэтому он писал просто, откровенно. Солдату были интересны самые мелкие бытовые подробности тыловой жизни, о которой он так тосковал. И находясь в страшном аду войны, солдат стремился в своем письме успокоить, подбодрить родных. Поэтому письма полны оптимизма, надежды на скорое возвращение, веры в победу. Розана Ефремян, Михаил Варгулев, программа «События».